Вот не знаю, кто что понимает под выражением, у тебя тяжелая рука, но я, видимо, вот сегодня понимаю вот такую вот штуку. Железная, настоящая, рыцарская перчатка. Это жалко, что она мне не попалась, вот когда я был совсем маленький. Я бы был круче всех. Ну да ладно, сегодня мы говорим о другом на самом деле. Сегодня у нас в гостях представители фестиваля русской культуры и прикладной реконструкции мастера земли русской, который состоится 25 июня. Это Галина Бестужева, организатор, специалист военно-патриотического центра «Витязь» и Ирина Шейко, мастер-педагог, участник фестиваля. Здравствуйте! Здравствуйте! Это фрагмент доспехов среднеюкового рыцаря. О, это прям вот... Это реконструкция, да, которая сделана, в принципе, по чертежам, по находкам, по раскопкам, потому что наши историки-реконструкторы очень серьезно относятся к аутентичности той вещи, которая сделана, но и по возможности стараются воспроизвести ее максимально близко к тому, что было в те времена. Ну, я вот думаю, также серьезно вы подошли к фестивалю, и сейчас, наверное, давайте познакомим зрителей с тем, что состоится 25 июня. Давайте. Дело в том, что вот фестиваль «Мастера земли русской» он будет посвящен мастерству во всех проявлениях. То есть он у нас в этом году не привязан ни к какой эпохе, потому что фестиваль, который будет исторической реконструкцией, он у нас будет проходить в августе, это совершенно другое дело. А здесь фестиваль русской культуры. У нас будут творческие выступления и номера, у нас будет весь день работать сцена, будут проходить игровые площадки, будут завораживающие хороводы, в которые, как вот показал прошлый фестиваль, просто у людей потребности и интерес к этому. Походить хороводами, а еще, учитывая тот факт, что наш фестиваль проходит в лесу, в Зайльцовском парке, прям непосредственно среди деревьев, то вот эти хороводы среди деревьев, они вообще приобретают такое завораживающее зрелище. Слушайте, ну это очень круто. А во сколько начнется? Начнется фестиваль в 11 часов, концертная программа начинается в 12, начинается торжественное открытие, и все это действие будет происходить до 19 часов, до 7 часов вечера, то есть нон-стоп в парке будет идти программа. Помимо творческой части и сцены у нас еще будут работать торговые ряды, ярмарка, на которую на данный момент уже заявлено больше 20 заявок, и еще будут проходить мастер-классы. Около 30 мастер-классов. Это тоже так красиво, когда в лесу стоят столы, и вокруг них толпятся люди и пробуют как раз вот себя в том или ином мастерстве. Ну я так понимаю, много места на это все дело нужно. На это место у нас площадка примерно около гектара. Ого. То есть все будет уставлено, все будет, так скажем, в активном действии. Все будет красиво. Не просто в активном действии. Там еще будут отдельные игровые площадки, где можно будет поиграть в лапту, в чижа и в другие забытые русские игры. Будет центр колокольного искусства, школа звонарей на Васильевской. То есть прям можно будет попробовать. Да, у нас будет дверь. Там все можно будет попробовать. Там все можно попробовать, погрызть, потрогать. Съесть, красават. Я вижу, про что погрызть. Я вижу уже про что. Погрызть, залезть, посмотреть. Будет две колокольни. Одна будет работать на сцене, как предмет искусства. И будут творческие номера с использованием колоколов. А вторая колокольня будет стоять в прямом доступе. То есть можно посмотреть, можно поучиться, можно пройти мастер-класс, как это все работает. Давайте еще поговорим о мастер-классах. Колокольня мы поняли. Вот здесь, я так понимаю, тоже, ну так скажем, плоды творчества мастеров у нас находятся. Начнем, наверное, с первых предметов. О, она рабочая, тут кто-то пил. Да, это чашечка, это лично моя чашечка, которой я пользуюсь постоянно. Потому что когда я пришла, меня угостили из нее чаем, отдать обратно я ее уже не смогла. Вот вы свободной рукой возьмите ее. То есть она ложится настолько удобно в руку, что расстаться с этой чашкой крайне трудно. Слушайте, здорово. А самое главное, что горячее всегда будет горячее, а холодное будет холоднее. Но это глина, да? Да, это керамика. Это техника, которая называется молочение. Не от слова молотить, а от слова молоко. То есть это керамическую посуду погружают в молоко, она пропитывается молочным жиром, да? И ее потом запекают. Вот это есть техника молочения. И она потом не пропускает, закрываются все поры, она потом не пропускает воду. То, что внутрь налили, сохраняется там, а не вытекает наружу. Я думал, почему я путаю это все с деревом? Вот, оказывается, особенная техника. Я думаю, много еще есть о чем рассказать. Но перед этим давайте сделаем небольшой перерыв, посмотрим новости. А потом все вот это вот разберем, разберем. Итак, возвращаемся, продолжаем говорить о фестивале русской культуры и прикладной реконструкции «Мастера земли русской». Так, надо, мне кажется, уже мне снять, а то мне жарковато становится. Да, сегодня как в тропиках у нас, поэтому я немножко это, расстегну ее, сниму. Давайте поговорим о том промысле, который у нас стоит вот, собственно, на столе. И начнем, наверное, с пряников. Я так понимаю, мастер Ирина, вы. Да, что это за пряники такие? Ну, хочу сказать, что я очень благодарна, что нас пригласили на этот фестиваль, потому что именно фестиваль послужил началом создания этих пряников. Потому что мы думали, какие бы нам мастер-классы провести, чем бы заинтересовать людей. И вы не поверите, этими пряниками мы занимаемся три недели всего. Спасибо моей дочери, которая подобрала рецептуру, а она активно принимает участие в создании этих пряников. Свадебные – это ее шедевры. Я очень увлекаюсь росписью, и много пряников я видела, интересовалась разными мастерами. Хорошие у нас есть мастера, но ни на одном прянике я не видела их расписными. И я решила, почему бы мою любимую роспись не применить на пряников. И вот эти вот дни экспериментов оплатились вот как раз в эти пряники. Я могу узнать вот как раз из росписи, это у нас гжель, правильно? Да, это не можно сказать гжель, да, то есть как под гжель. Под гжель. Да, но использованы те же самые мазки традиционные. Все представленные пряники, они представляют именно традиционные русские народные росписи. Это роспись пермогорская, это вот известная архангельская, мезинская роспись. Ну и, конечно же, мы не обошли стороной нашу урало-сибирскую роспись, которая у нас процветает. Слушайте, здорово. А они съедобные? Да. Я хочу сказать, что они сделаны. Можно есть их с удовольствием своим друзьям, которые главные у нас дегустаторы. Они пишут, говорят, как можно это есть. Я говорю, зачем тогда нужны пряники? Вот, знаете, аромат невероятный. Потому что они сделаны на меду. На меду. И мед мы берем у пасечника, они в магазине. Там все натуральное. То есть рецепты взяты из народа. Нет, надо есть. Для этого они и сделаны. Зачем тогда нужен пряник? Коснулись уже глиняной посуды. Есть у нас, это тоже глина, да? Да, это глина. Уже другая какая-то светленькая. Тут не видно, но светленькая внутри. Да. Эти вещи, они сувенирные. Поэтому они сделаны из глины. И их можно использовать. То есть, если в деревянную, не во всю вазочку можно поставить цветы, в эту вазочку можно поставить цветы, посадить цветок, если это сделан горшок. Также вот здесь есть и изделия деревянные. Мы их специально подготовили для того, чтобы пригласить на наши мастер-классы, на фестиваль именно детей, которые своими руками могут расписать, как деревянные игрушки, матрешки, неваляшки, если вы ее потрогаете, она... Неваляшки здесь самое интересное. Вся студия уже поиграла. Да. То есть, можно будет купить эти сувениры на этом фестивале, но можно и сделать своими руками, потому что я и мои коллеги из Института культуры и молодежной политики Новосибирского педуниверситета будут участвовать. Хотя у студентов сейчас, в общем-то, такой сложный период сессии, они с большой радостью откликнулись на это участие. Кстати, о хороводах. Это тоже наши студенты принимают в них участие. И костюмы, в которых они будут, они сделаны, вышиты своими руками. То есть, костюмы, которые, в общем-то, достойны храниться в музее. Все это можно будет увидеть своими глазами. Слушайте, а кто... Вот мы немножко поговорили про историков, что следят. А кто сделал вот эту перчатку? Я так понимаю, что это тоже наши в Новосибирске, да? Да, это наши в Новосибирске. Это делал наш клуб исторической реконструкции. То есть, они... Они сражаются в ней? Да. А вы знаете... Там есть боевые царапины. Там есть боевые царапины, да. Дело в том, что мы как бы сейчас вот приходим к тому, что если раньше мы эти доспехи заказывали у мастеров, у нас в Новосибирске есть всего один мастер, который занимается историческими доспехами. Вот он как раз делает Европу. Но так сложилось, что наши ребята занимаются русской реконструкцией. Они представляют средневековье новгородское. И вот эти доспехи в Новосибирске не делает никто. И мы сейчас, в принципе, хотим научиться и делать это все самим. Сейчас у них доспехи приходят изо всех вообще городов России, в том числе и с Украиной они заказывают. И возникает проблема даже в восстановлении, потому что после боев они приходят помятые. И это все дело нужно отрихтовать, восстановить. И вот сейчас мы делаем свою кузницу в Залитовском парке. То есть, в перспективе там у нас будет очень интересный проект. Я об этом вам потом расскажу. Можно будет отковать себе что-нибудь такое интересное. Можно и можно будет даже поучиться. То есть, там будут проходить экскурсии, мастер-классы по кузнечному мастерству. Первый из мастер-классов как раз будет у нас на фестивале, где можно своими руками попробовать сделать хотя бы вот такие вот простые вещи. То есть, это, в общем-то, очень простая вещь. Каждый кузнец вам сделает ее за 5 минут. Но вот своими руками это сделать, это очень интересно. А что это? Как это? Это брелочек. Вообще, вот этот процесс называется торсировка, если вам это о чем-то говорит. Говорит, дедушка-инженер. Да? То есть, это кручение горячего металла. И это был когда-то квадрат. И вот эти грани закрутились в такую красивую, очень простую спираль. То есть, поверьте мне, это может быть гораздо интереснее и сложнее. Магнит в карман и, собственно, вот такой вот брелочке никогда не потеряешь. Ну, ключи никогда не потеряются. Вес есть. Да, она такая увесистая. То есть, у нас на фестивале будет кузница, будет гончар, у нас будет представлено ткачество на бердо. Это кто? То есть, это старинный вид ткачества. В основном так ткали браслеты, пояса, да. То есть, плетения своего рода какое-то нет? Ну, да, в общем и целом, да. Плетение из нити. То есть, там существует небольшая дощечка с отверстиями, которая переворачивает, дает возможность производить плетение. У нас будут плетения по сетям. То есть, у нас, вот сейчас мы в процессе разговоров, у нас будет лодка с рыбаком и с сетями. То есть, у нас будут мастер-классы по пря... А потом на пляж и... В Зайльцовском парке, недореко река. Попробовать. Мастерство, правильно. Да, насколько... Самое интересное, что к нам приезжают мастера из Омска, из Томска, из Красноярска. У нас будет роспись по кости. Приезжает вот этот мастер, который в Томске делает вот эту посуду Сергей Салтан. То есть, ну, я надеюсь, что фестиваль будет крайне интересен и просто необычайно. Не надейтесь, так оно и есть. Он уже, мне кажется, всем, кто смотрит, крайне интересен. Но прежде всего, хотелось бы, наверное, узнать, почему это важно и интересно именно сейчас возрождать русскую культуру в разных ее направлениях, проявлениях и эпохах. Ну, русская культура настолько богата, интересна и многогранна, что, в принципе, возникает даже какая-то печаль, когда наши дети сегодня больше знают американские фильмы и смотрят американские мультики. И, в принципе, не знаю, ну, вот, благодаря сейчас вот этой волне хоть узнали про богатырей русских, да? Чуть-чуть есть, да, такое. Чуть-чуть, да, по крайней мере из мультиков. Когда наши ребята, например, в полном облачении выходят, ну, вот, как вы сказали, была бы у меня в детстве такая штука, я бы был самым крутым. А когда ребенок видит его в полном облачении и то, что он еще и шевелится и участвует в боях, ну, это вообще удивительно. То есть это вот желание познакомить с нашей традиционной культурой и отвлечь детей хотя бы на один денек от гаджетов и телевизоров, да, компьютеров. Знаете, мне, наверное, больше повезло, потому что я работаю со студентами, которые именно учатся в направлении народная художественная культура. И дети к нам приходят студенты, уже не дети, да, совершенно разные. И очень радует, что очень многие как раз приходят с теми традициями, которые есть в семье. И есть продолжатели будущие. И мы их, в общем-то, воспитываем, учим тому, чтобы они эти традиции сохраняли и передавали малышам. Вы знаете, вот вы сказали, что грустнулось, а мне действительно немножко грустнулось. Вот захотелось попасть, чтобы не сегодня, а вот прям вот сегодня начался фестиваль. Собственно, 25-го, напоминаю, июня он начнется. Называется это «Фестиваль русской культуры и прикладной реконструкции «Мастера земли русской». И сегодня у нас в гостях Галина Бестужева, организатор фестиваля, специалист военно-патриотического центра «Витязь» и Ирина Шейко, мастер-педагог, участник фестиваля. Спасибо вам большое. Ну, теперь идите, смотрите. Я думаю, не обо всем рассказали. Продолжение следует...